Медицинских работников Артёма поздравили с профессиональным праздником. Медсёстры, лаборанты и главврачи – все в одном зале, а белые халаты сменили на деловые костюмы. В городской администрации состоялось торжественное мероприятие, в котором приняло участие более 100 представителей самой гуманной профессии. Самая главная функция, она всегда одна была – это качественно оказать ту медицинскую услугу, которой требуется пациенту. В городских учреждениях здравоохранения трудятся более 500 врачей и тысячи медработников младшего и среднего звена. Своевременное лечение, оснащение больниц новой техникой и квалифицированные кадры – на этих трёх китах сегодня стоит медицина Артёма. Сегодня нашему жителю не нужно уже ехать, чтобы пройти МРТ-обследование, компьютерную томографию. Приезжают краевые специалисты кафедр медицинского университета, где точно так же наши жители могут прийти, и не нужно куда-то ехать, в Ладивосток какие-то проблемы снять. То есть сегодня можно у себя в городе получить полноценную, квалифицированную, специализированную медицинскую помощь. К словам благодарности присоединились представители городской власти – депутаты Думы Артёма и Зак Собрания Приморья. За большой вклад в развитие системы здравоохранения и многолетний добросовестный труд более 40 медработников наградили почётными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками. Макс Нишпак, Сергей Корнеев, Дана Михайлова. Городские новости. В минувшие выходные Артём посетили гости из Паска Дальнего. Творческое объединение «Поэтический круг» представило на суд общественности две программы, одна из которых «Время чудес» была рассчитана на детей 12 лет, однако в ней с удовольствием приняло участие и старшее поколение. Гости вместе разучивали стихи, танцевали, окунались в литературные затеи, отгадывали загадки. Все номера программы – сочинения спасских авторов. Её цель – привить любовь к окружающему миру и творчеству. И мы стараемся привнести именно красивое слово «любовь к литературе», а если «любовь к литературе», значит «любовь к истории и культуре своего народа». То есть мы вот эту деятельность проводим активно, и мы готовим программы на все возрастах. Творческое объединение города Спаска существует восемь лет. За эти годы поэтический круг вобрал в себя множество музыкантов, бардов, художников всех возрастов, людей, неравнодушных к искусству и культуре родного города и края. Своим тёплым творчеством и добротой авторы решили поделиться с артёмовцами. Мы хотим принести наш Спаский добрый дух артёмовцам, поделиться с ними стихами, пусть они с нами поделятся, что и будет. Я тут уже во второй раз. Общение, особенно в нашем возрасте, это шикарная вещь. И, конечно, мы своим творчеством хотим не только сами наслаждаться, но и делиться этим творчеством, то, что мы умеем с окружающими. И сюда приехали с самыми тёплыми чувствами. Вторая часть программы под названием «Спаские зори» посвящалась старшему поколению. Звучали стихи собственного сочинения и песни. В каждой строчке «Любовь к малой родине», к месту своего проживания. Люблю я город Спаск родной, Люблю живу и понимаю, Что на душе моей покой, Пока я в Спаске проживаю. У наших соседей Спаска родилась идея о создании организации, творческие параллели. И в Артёме, и в Спаске много литераторов и музыкантов. Есть задумки и замыслы, которые часто пересекаются. Люди готовы делиться опытом, встречаться и тесно общаться. А когда есть спрос, рождается и предложение. Уже в сентябре артёмовцев ждут в Спаске на творческом фестивале, который проводится третий год подряд. Луиза Сысоева, Денис Наддельный, Светлана Норик, Дана Михайлова, Городские новости. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, будущие мамы и папы. Я представляю вам нашу сегодняшнюю героиню. Это Алена. Алене два с половиной годика. Могу сказать вам, что Алена очень общительная девочка. Вот мы как любим нашу куколку. Как и все дети в этом возрасте, Алена настоящая непоседа. Очень подвижная, дружелюбная и веселая. Алена добрая, общительная, любознательная, ласковая. С незнакомыми взрослыми быстро находит контакт. Алена очень любит заниматься на занятиях, внимательно слушает, старается все сделать правильно. Очень эмоционально реагирует на сюрпризные моменты. У малышки хорошая память. Специалисты отмечают, что Алена прекрасно запоминает пройденный материал. Ей нравится собирать несложные пазлы, рассматривать картинки в книгах, слушать различные звуки. Кто это? Киса. Киса. Как мяучить? Скажи, мяу. Где глазки у киса? Вот глазки. А ушки где? Где ушки? Вот, вот, вот они ушки. Вот они ушки. Мяу. Кошечка, мяу. А это кто? Собачка. Гав-гав. Аф-аф, скажи, Аф-аф, собачка. Аф-аф, аф-аф, аф. Мужчина, мяу. Мужчина, мяу. Добрый, заботливый и внимательный. Ой, так ты хорошая девочка. Вот ты моя красивая девочка. Вот так. Покатились, 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 как на карусели. Наладить психологический контакт с ребенком, которого взрослые берут в свою семью, не всегда удается с первого раза. Ведь малыш – это личность со своим внутренним миром и особенностями характера. Доверительные отношения формируются в течение трех лет, поэтому новоиспеченным родителям нужно быть терпеливыми и дарить маленькому человеку безусловную любовь. Возможно, здесь понадобится помощь психолога. Такие самые простые советы – это общаться с ребенком на уровне его лица. Это контакт прямой, глаза в глаза. Когда родитель садится на коленки, смотрит, спрашивает, а что, как. И, может быть, ему будет легче увидеть тот мир, который видит ребенок. Второй очень важный такой момент, когда ребенка берут домой, всегда у ребенка есть какой-то любимый объект или игрушка, или, может быть, это одеяльце или платочек носовой, тот, который с ним был в детском доме. Потому что те переживания, которые у него были там, их невозможно просто раз и исключить из его жизни. Это будет как переходный объект, который будет помогать ему справляться с его новым временем. Как и любого другого ребенка, так же и приемный ребенок может капризничать или плакать. И в этот момент надо помочь ему справиться с его переживаниями. Не злиться на него, не устраивать ему концерт, почему ты там плачешь, а просто выслушать его, понять. Тогда ребенок, он проживает те эмоции, которые к нему пришли, и они не выходят в симптомы болезни. Потому что бывает так, что какие-то непереживаемые моменты уходят потом в симптоматику. Но это основные такие ликвы, которые мы можем в первую минуту подложить в отношениях между ребенком и взрослым. Вот и прошел еще один день из жизни Алены. Надеюсь, она будет вспоминать о нас. Очень хочется пожелать нашей героине обязательно найти людей, которые будут дарить ей радость общения и любовь каждый день. АЛЛАЛАЛАЛАЛАЛА... АЛЛАЛАЛА... Субтитры создавал DimaTorzok